Привет! Это программа День Вместе. С вами я, Фанта Дёб. А это значит, что ближайшие 30 минут мы посвятим хорошей физической форме, нашему личностному росту и правильному питанию. Сегодня в программе продолжим узнавать, как правильно сервировать стол и чем есть определенные продукты. Об этом расскажет специалист по этикету Кристина Галаян. Вместе с нашим кулинарным экспертом Людмилой Кафановой будем готовить энергетический жиросжигающий напиток. Ну что ж, а мы продолжаем нашу тему этикета и сегодня разговариваем с Кристиной Галаян, нашим экспертом. По поведению человека можно определить уровень его воспитания, а также сформировать первоначальное мнение о нем в целом. Для того, чтобы общество воспринимало вас правильно, необходимо придерживаться нескольких негласных правил. Именно о них и говорит ведущая программы с приглашенным экспертом. У нас еще не охвачены бокалы, у тебя их несколько, они стоят во главе, я бы так сказала, немного сбоку. Какие есть варианты их расположения и для чего, как понять вообще для чего они, потому что действительно приходишь и стоит несколько бокалов, стаканов. Ну, у кого это как представлено, и что куда наливать, что из чего пить. Бокалы у нас могут быть расположены либо треугольником, либо они могут стоять вот таким образом, то есть перед тарелкой и перед десертными приборами. Всегда бокал для воды будет с левой стороны, то есть под левую руку. Это бокал, который будет, так скажем, сопровождать гостя в течение всего ужина. А остальные бокалы будет забирать официант по мере смены блюд. То есть принесли какое-то блюдо, налили к нему напиток, мы доели, убирают бокал. И, собственно говоря, вот мы можем понять, например, что у нас будет вот красное вино, потому что бокал для красного вина. А белое вино, вот у нас бокал для белого вина, бокал для красного вина, чуть больше бокала для белого вина. Ну, помнится, мы когда-то уже с тобой обсуждали тему бокалов, что и как, и зачем, как они используются. Пользуются. Еще хотела спросить, все-таки салфетка, мы ее оставляем на столе или мы ее стелим к себе? Очень хороший вопрос. Потому что иногда говорят, а что, ей нужно пользоваться? Да. Разговорят, значит, надо рассказать. Надо рассказать, да. Действительно, когда нам принесут еду, что мы делаем? Мы ее разворачиваем на коленях. И как мы это делаем? Как мы это делаем? Это очень тоже интересный момент, потому что некоторые начинают трясти над столом, над тарелкой. То есть этого не должно происходить. Если у нас салфетка лежит, например, с правой стороны, то мы берем, общаемся с гостями и начинаем вот таким образом под столом раскладывать салфетку. Не глядя. Да, не глядя. Мы не делаем на этом акцент какой-либо. А вот как мы ее раскладываем? Как мы? Я уже подсмотрела, все-таки у меня есть такая небольшая лазеечка. Кристина, во-первых, не развернула ее до конца. Это важно? Да, это важно. Во-первых, это удобно. Сейчас мы расскажем, почему. Потому что у нас может быть, например, жирная еда. Мы будем промакивать пальцы об салфетку. И если она была бы у нас полностью развернута, то у нас есть, так скажем, риск запачкать одежду. А этого не должно произойти. Мы ее разворачиваем сгибом к коленям и вот раздвоенными концами к себе. То есть вот этой частью к коленям. А что вы дальше с ней делаете? А что мы дальше с ней делаем? Значит, когда нам нужно промокнуть губы, а нам нужно это делать каждый раз, перед тем, как сделать глоток из бокала, чтобы не осталось жирных следов от пищи на бокале. То есть мы губами соприкасаемся и будет смотреться неэстетично. Некрасиво. Некрасиво, как не посмотри. Да. Мы берем большой палец, продеваем в салфетку, выворачиваем. Выворачиваем. И вот таким образом промакиваем губы, прячем и отправляем снова на колени. Но когда мы это все будем делать, то есть мы вот под столом вывернули, это, так скажем, несколько раз попробуем и привыкнем. Это не так легко, то есть мы не сильно наклоняемся. И вот нижнюю часть мы придерживаем второй рукой, то есть мы промокнули чуть-чуть губы и вернули обратно. То есть наша задача добраться до изнанки, правильно? Да, да, да. И изнаночной стороной вывернуть, да, углом, да, промокнуть, вернуть обратно. Очень интересно. А есть ли у меня на губах яркая помада? Да. Ну, во-первых, ее следы останутся на салфетке. И неизвестно, отстираются ли они. Это мой любимый вопрос. Стоит ли их промакивать вообще до приема пищи? Потому что вот мне хочется сделать глоток воды, а я не могу, потому что и помада там останется, и пить с другой стороны хочется. Как быть? Что делают очень хитрые и умные женщины? Ну-ка. Они покупают, конечно же, водостойкие помады, желательно. Но если, например, нет у нас такой помады, мы в любом случае промакиваем губы, потому что нам тканевая салфетка нужна для того, чтобы ей пользоваться. Не нужно бояться. То есть хранить ее чистоту и безупречность не надо? Химчистка прекрасно с ней справится. Она для этого нам и служит. А что мы будем делать? У нас нет других салфеток. Например, в люксовых ресторанах вы не найдете вообще бумажных салфеток на столе. Что будем делать тогда? То есть все вот с этой тканевой? Да, то есть действительно их нет. Иногда их приносят. То есть в классической сервировке их нет, но когда мы начинаем есть, приносят салфетки. И мне говорят, о, это значит, можно уже начать пользоваться бумажной салфеткой. Но снова нет. Знаете, зачем ее приносят? Зачем? Ее приносят в качестве, так скажем, скорой помощи. Например, если мы разлили что-то, опрокинули бокал. И вот пока официант идет, мы вот берем быстренько салфетки и начинаем вот как бы исправлять ситуацию. Кристина, каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, ты открываешь для меня что-то новое. Знай, я становлюсь лучше благодаря тебе. Я очень рада. Да, и надеюсь, наши телезрители, дорогие и невероятно любимые, тоже становятся лучше благодаря нашей программе, да и, собственно, всему контенту на телеканале ТВ Губерния. Ведь у нас все самое интересное, полезное и познавательное. Так что оставайтесь с нами, впереди много всего интересного. Итак, наша кулинарная студия просто полна энергии. Здесь работа кипит, да, Людмила? Поэтому мы готовы делиться этой энергией с нашими любимыми телезрителями. Люда, расскажи, чем же мы порадуем наших любимых зрителей в этот прекрасный день? Ну, как мы его с тобой назвали? Худеющий имбирный морс. Для приготовления полезного энергетического напитка нам понадобится много облепихи. Имбирь, куркума и мед. Энергетический. Ну, энергетический. Еще и куркума, мед, облепиха, имбирь. То есть это все энергия. Одним словом мы будем заряжаться и стройнеть. Вот так вот. Сегодня мы будем готовить напиток, который можно, собственно, и в холод, и в тепло. И когда бы вам не захотелось, да? Главное, не во второй половине дня. Рассказывай, что мы используем. Во-первых, у меня уже нож, и я готова чистить. Это для имбиря? Да. Это для имбиря. Это тоже для имбиря. Это все мне, да? Да, это мне. Это все мне. Разделили. У меня имбирь, терка, нож. У тебя облепиха, мед и куркума. Это, собственно, все ингредиенты. Да. И кипяток. И кипяток. Ты что будешь делать? Отправляем что? В стакан для блендера. В стакан для блендера. Дай, пожалуйста, ложечку. Ложечку. С удовольствием я тебе дам, если найду. Конечно же, найду. Спасибо. Пожалуйста. Так, смотри. Где-то по рецепту 150 грамм облепихи, да? Это где-то стакан замороженной. В таком виде именно, когда она стоит. Скажи, пожалуйста, а облепиха подойдет только замороженная? Или, может быть, если сезон, можно и съезжую? Конечно, да. Ну, где мы ее возьмем? Ну, это сегодня не возьмем, а, например, летом нам захочется приготовить, и она у нас есть. Так, смотри, имбиря нужно небольшой кусочек, там где-то грамм 15, что ли. Это где-то, это 2 сантиметра условно вот отрезать. А, сейчас. Процессы обменные, что заставляет нас двигаться, тратить энергию, сжечь лишний жир. Помимо того, что имбирь ускоряет метаболизм, он активизирует работу нервной системы, а также хорошо восполняет недостаток витаминов и микроэлементов в человеческом организме. Из его корня обычно готовят невероятно полезный целебный чай. Пить его можно каждый день. А вот если у человека ишемическая болезнь сердца, инсульт или инфаркт, употребление имбиря нежелательно. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника. Но только нам надо будет потом его выпить. Это раз. Второе. Смотри, что мы сделаем. Мы нальем в чайник. Вот столько достаточно. Включим свечку. Нет, это мало. Это 2 сантиметра. Ну ты же... Еще я сделаю, если нужно. Мне кажется, мало. Ну да, еще. Давай я это уже добавлю. Ну что-то куда-то ты его делала. 2 сантиметра куда-то делись. У меня после 2 сантиметров остается больше. Целая терка имбиря, да? Да. Как минимум туда, там у меня планы. А, то есть все-таки упасть все-таки вы должны. Да, что-то вообще так мало, да. Может, ты как морковку это... Подъедаю пока труд. Да, да, да. Имбирь подъедать очень сложно, но он все-таки горит. Мне нужна опять ложка чайная. У тебя, наверное... У тебя одна вольная. Она уже в меде. Можно я обойду тебя и возьму? Ты любишь их к себе поставить? Я как запасун. Расскажи, как ты относишься к куркуме? Я к ней не отношусь никак. Мне почему-то кажется, у нее же нет никакого вкуса. Она только свет дает. Она только горчит. Тогда я к ней отношусь плохо. Я не люблю ничего, что горчит. Поэтому мы положим, я думаю, пол чайной ложки. Пол чайной ложки. Хорошо. Если вдруг у нас будет чувство... Вообще чайную, по-хорошему. Вот есть же такая для... Если мы хотим быть моложе, красивее, да, нужно каждый день выпивать стакан воды теплой с чайной ложкой куркумы. Я тебе что хочу сказать? У тебя прекрасная техника убеждения и мотивации, что это надо сделать. Но вот этот вот твой вопрос вначале очень заставил меня засомневаться. Потому что никогда обычно не спрашиваешь, а делаешь по-своему. Пожалуйста. Ложку, значит, ложка. Ложку. Тем более, что у нас здесь как бы на двоих порция. Мы зальем кипятком 500 миллилитров. Соответственно, это два стакана. То есть мы поделим эту горечку? Да, да, да. А должны были в одну, так сказать, лицо. Хорошо. Так имбиря ты не пожалела. Ответственность за имбирь на тебе. Так, заливаю куму на тебе. Наливаем так. Подожди, нам надо отмерить, чтобы мы немало, немного. Мы сейчас вот так сделаем. У нас есть такой стаканчик. Вот они наши 500. Отправляем. Вроде мы еще ничего не взбивали, ничего не смешивали, не давили, а запах такой уже наполнил вот это вот пространство. Так, включаем и гудим. А подожди, я прослушала, пока я терла имбирь. Ты мед уже положила? Да. Положила. А сколько? Пять даже чайных. А, да-да-да. Но они у нас такие маленькие. Это должны были быть две столовые. Нет, ну, видела, они такие а-ля чайные. Да, да. Поэтому, может быть, даже по вкусу мы еще с тобой будем смотреть. Поехали. Итак, мы закончили взбивать. У Людмилы вот такой вот интересный чайничек вот с такой подставкой. Скажи мне, это для того, чтобы он поддерживал тепло или просто для красоты? Нет, поддерживал тепло, потому что потом... О, кстати, смотри, можно будет отсюда и поджечь вот так. Ну, не знаю, получится ли у тебя. Сейчас попробуем. Это твоя последняя... Твой последний инструмент для добычи огня, поэтому... Ну что, Людмила, переливаем в чайничек наш напиток. Я очень интересовалась, есть ли у нас ситечка для того, чтобы не попадали косточки во время употребления этого напитка. Но у нас волшебный чайничек с уже встроенной функцией очистки. Крышка. Крышка. Вот, крышка. Угу. Закрываем. Ну, скажи мне, мой милый друг, стоит ли нам ждать, пока этот напиток настоится, или его можно употреблять практически сразу? Ну, я думаю, практически сразу. Хочу отметить, что когда-то мы уже готовили имбирно-облепиховый чай. Это был не худеющий напиток, да? И мне кажется, он был не такой густой. А я не помню, что он был имбирный. Он имбирный был? Он был облепиховый, да. Но не имбирный. А это имбирь дал? И без куркумы, может быть, он был... Да, он был просто с облепихой. Но вот что такое густоту дает? Количество облепихи или... А мы тогда, если мне память не изменяет, мы заливали в кастрюльку, заливали кипятком, потом процеживали что-то такое. Да. А это у нас именно... Смузи такой. Чай-смузи. Да. Отлично. Ладно, тогда вот такие вот тары мы подготовили. Даже вот такие невероятно красивые стеклянные трубочки. Пожалуйста, разливайте и уже отведаем. Ну что ж, попробую этот напиток. Немного страшновато после твоего упоминания про куркуму, но я все ради вас. А ну-ка. Что ты отходишь, Людмила? Боишься? Что я хочу сказать. Напиток не горчит. Он густой, но не как смузи, но как, скорее всего, настоявшийся, что ли, такой вот чай-напиток. Он не очень горячий. Это тоже радует, не кипяток. Пить его очень приятно. Кислота в меру и сладости тоже в меру. Да, больше меда точно не нужно, но и меньше было бы хуже. Пока я говорю, после вот этого моего глотка я прям чувствую, как горит жир ненужный в разных проблемных местах. Поэтому не буду задерживать вас, а выпью весь напиток. А вам пожелаю прекрасного дня, великолепного настроения. И обязательно оставайтесь на телеканале ТВ Губерния. Потому что, да, у нас все самое интересное и полезное. И вкусное. Это была программа «День вместе». Следите за нами в соцсетях, смотрите на сайте tvdfizgubernia.ru Субтитры подогнал «Симон»!